За годы существования библиотека имени Герцена принимала в своих стенах не только тысячи читателей, но и сотни городских мероприятий. Так, например, на этой неделе здесь в седьмой раз прошел фестиваль «Рождественские колыбельные». Совместный проект библиотеки и Свято-Никольского мужского монастыря действительно стал традиционным для гомельчан в эти рождественские дни. Интерес к событию подтверждает неизменно переполненный зал. В программе мероприятия классические современные колыбельные от профессиональных и любительских исполнителей. В их числе церковные хоры, священники, педагоги и учащиеся музыкальных школ, студенты и просто талантливые музыкальные семьи города. В этом году впервые на фестивале исполнили песню на языке жестов. Также на этой неделе в библиотеке открылась выставка живописи «Под небом голубым» гомельского художника и архитектора Ольги Копачевой. 37 работ выполнены в жанре городского пейзажа. На них изображены известные места и памятники архитектуры Беларуси. Особое внимание Ольга уделила родному городу. Не осталось без внимания художницы и архитектура Иерусалима, Санкт-Петербурга и Амстердама. Акварельные работы отличаются нежностью цветов и воздушностью. Картины Ольги Копачевой полны ярких красок и солнца, насыщенные эмоциями. Многие из них отмечены на международных и республиканских конкурсах. Традиционные рождественские встречи прошли в камерном зале Дворца культуры железнодорожников. Камерный хор и оркестр Гомельской областной филармонии, а также солистка Ольга Кузьменко подготовили для гостей лучшие композиции духовной, классической и современной музыки. Произведения Штрауса, Шопена, Вивальзе и Моцарта звучали в хоровом, инструментальном и сольном исполнении. Сюрпризом для слушателей стала соло Андрея Глазенкова на армянском дудуке. С искусством шоколада можно познакомиться в музее Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Здесь разместилась международная выставка, которая посетила более 20 городов мира. Представленные экспонаты создавали специально для показа в Беларуси. На их изготовление ушло более двух тонн шоколада. Самый большой объект – двухметровая Эйфелева башня из 65 килограммов горького шоколада. Благодаря мастерам шоколатье вы увидите шоколадных панд, пингвинов и фламинго, белый рояль, съедобную обувь, одежду и кухонную посуду. Многие экспонаты можно трогать, например, сыграть в шоколадные шахматы или шашки. Далее узнаем, чем нас удивит следующая неделя. Спектакль «Проделки Дон Джувани» представят на сцене Дворца культуры железнодорожников. Комедия затрагивает вечные темы любви и ревности. В постановке задействованы известные актеры, а также заслуженные артисты России. В роли главного лавеласа Гоша Куценко. 24 января в кинотеатрах региона также стартуют две премьерные ленты. «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители». В продолжении комедии зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубинштейном и командой пенсионеров, которые перебрались в Москву. Их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх. Саша и организованная пенсионная группировка объединяются, чтобы отомстить обидчику. Американский фильм Итана Коуэна «Холмс и Ватсон» – это комедийный взгляд на приключения легендарного сыщика и его лучшего друга-напарника. Эксцентричный дуэт берется за расследование нового запутанного дела и умудряется нажить себе врагов со всего света. Холмс и Ватсон столкнутся со злым гением Мариарти, а также попытаются защитить саму королеву Англии. С культурной жизнью региона вас знакомили Анна Корольчук и Сергей Лукашук. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».